Итак, сегодня будет очень насыщенный день, потому что я вместе с Айвоном еду с инспекцией в один из ресторанов, в котором мы будем проводить наш замечательный Sirius'ом проект «Вокальный зачет». «Вокальный зачет» — это такой формат, когда дети выходят на сцену, выступают. Есть жюри, которые комментируют потом это выступление, но это не конкурс. Это именно такой практикум, когда дети получают обратную связь. В лагере мы делаем, я, кстати, оттуда и вдохновился, в нашем неолагере «Артстарт» мы делаем похожий формат, он называется «Прокачка». Там тоже все наши педагоги комментируют выступления. Для чего это нужно в Sirius'е артистам? Так как у нас иногда проходят шоу-программы или телевизионные съемки, такой формат, где, особенно если поет группа, то обязательно, чтобы это был плюс, потому что нет возможности потом переснять. А формат зачета — это формат живого выступления. Неважно, на каком уровне исполнительства в данный момент ты находишься, может быть, или начинающий, или супер-профи, все в одних условиях, в одну аппаратуру, в одни микрофоны, все испытываем, так скажем, этот клочок сцены, получаем сценический опыт. Это очень крутой формат, и мы делаем его в классном месте, в ресторане у дяди Макса в Крокусе-Вегасе. Это музыкальный ресторан продюсера Макса Фадеева, который специально задумывался таким образом, чтобы организовывать практику для талантливых детей. Там даже развешены там плакаты его финалистов с голосом и так далее. Поэтому сегодня мы поедем туда и посмотрим, как там обстоят дела. Попробуем обязательно меню, потому что у нас такой формат, помимо того, что это практикум хороший, для родителей это тоже приятное времяпрепровождение, когда они могут заказать столик, покушать, посмотреть выступления, пообщаться друг с другом. В общем, супер-пупер, погнали! Вот на этой легендарной сцене очень красиво у нас будет проходить выступление артистов группы Sirius. Потрясающее фото у нас будет. Здесь у нас будут располагаться жюри, а родители могут располагаться с семьями в основном зале. Смотрите, как он устроен. Заранее за день до концерта, то есть в субботу, вы сможете забронировать стол в основном зале, просто позвонить в ресторан, я скину номер телефона. Из основного зала будет видно и слышно наших артистов. Также есть столики в Атреме, они располагаются там. Там будет практически не видно. Это для тех семей, которые не готовы два часа слушаться, смотреть концерт, можно будет конкретно подойти на выступление своего ребенка. Тоже, кстати, очень удобный формат. Ну, в общем, в целом здесь вот так потрясающе музыкально сейчас снимают детали. Очень инстаграмное место. Также столики здесь еще есть. Вот прямо в Атриуме с вот таким вот видом. Здесь классная фото зона. Можно пофоткаться. И здесь свой туалет также расположен. Итак, для начала давайте посмотрим меню. Прежде чем меню, посмотрим вид. Вот, кстати, парковка есть надземная. Я прямо здесь припарковался, есть подземная. Итак, вот детское меню, как я понимаю. С картинками. Такие вот цены. Да, странно, конечно, что для детей сет хумусов. Я не думаю, что кому-то из детей это будет по вкусу. Значит, и теперь вот основное меню. Если что, то вы можете останавливать на паузу. Потрясающий монстр шейки. Молочные коктейли. Смузи, лимонады. Это для родителей. Страничка. Холодные закуски. Супы, пасты. Вот мы решили заказать, попробовать. Баланеза. Они здесь по 550. И пицца. Тоже сегодня попробуем. Обязательно вам с вами поделимся впечатлениями. Так, ну это тоже у нас страничка для родителей. Особенно для тех, кто не за рулем. Что можно сказать про пиццу? Ну, как мы видим, она наносилась на пучном тесте. Тесто хрустящее. По вкусу уж попробуем. Пока, кстати, Ваня пробует. Я еще покажу тут одну деталь. Очень интересно. Спасибо. Выполнены ложки, вилки в виде таких карандашей. О, отличный. К пасти подают парнезан. Отдельный. Ну что, как говорится? Знаете, паста такая насыщенная. Томатное. Тесто хрустящее. Даже, при принципе, не стиль на его е. Окуситесь, есть. Ну, как бы, не то, что по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ну, мы ценители пиццы все-таки, да? Нам сложно угодить. Не, ну это вкусная пицца. Отлично. Паста подается вот в таких гигантских тарелочках. Отдельно идет пармезанчик. Руки я мыл, поэтому можно вот так вот прям сделать. Вот так, вот так. Ну что же, попробуем. Я, кстати, если не уже текут, не ел сегодня ничего весь день, большой ценитель пасты. Поэтому я сейчас могу раскритиковать. Посмотрим. Почти аль денте. Чуть-чуть переварили на минуту буквально. Мясо нормальное. Сыр нормальный, поэтому есть можно, рекомендую. Короче, здесь есть парковки. Подземная парковка. Три часа бесплатно. Далее 100 рублей в час. Вот. Собственно, так что, если вы на машине, то, пожалуйста, заезжайте, проезжайте. Въездов на подземную парковку много. Просто ищите надпись. Подземная парковка. А я где предпарковал, расскажи. А я где предпарковался вот здесь, вот непосредственно на самой ближней парковке. 15 минут бесплатно. Далее 100 рублей в час. Далее 100 рублей в час.